Модуль диагностика активирован Мститель Возвращение Однако, здрасте С вами Эйлин, и я тут Поиграл в закрытую бету Дума Которая была доступна Людям, которые заказали Дэнн Давно в Wolfenstein The New Order Или купили его, я не помню Ну, в общем, тут 2 дня, оказывается Или 3 дня бета была И я в ней принял участие уже под самый конец Когда все были 15 левел максимального В этой бете И знаете, люди говорят, что, мол, эта игра похожа на Quake 3 Во-первых, неправда Во-вторых, правда То есть частично правда И почему говорят, что это плохо Почему это плохо, я не знаю Ибо Quake 3 это одна из самых культовых Мультиплеерных игр И хорошая игра на самом деле Когда ты заходишь в мультиплеер Дума Руки-то помнят Но тут все-таки понимаешь Что на самом деле различия есть Все-таки Quake 3 Это очень быстрая игра Она с очень высоким порогом вхождения Потому что тебе Даже если ты играл, допустим, какие-то мультиплеерные шутеры В Quake 3 играть сложно Просто сложно, потому что он быстрый Потому что нужно изображать, что к чему И нужно так аимить Что любой КС обострется Просто потому что КС больше тактическая игра А здесь все на скиле, все на скорости И вообще Поэтому Дум новый Он стал чуть помедленнее, чем в Quake 3 Он более медленная игра И Это просто-напросто видно То есть здесь И распрыжка не такая быстрая Здесь и нету Больших джампадов Я там не знаю Чтобы летать по всей карте Есть, конечно, да Есть какие-то мелкие Есть телепорты и прочее Без этого, естественно, не обошлось Но В основном Вот такие быстрые элементы отсутствуют И Учитывая то, как здесь происходят перестрелки То сложно их называть быстрыми Да, здесь, кстати, есть Рейлган Здесь есть и ракетница Здесь есть и бесполезная абсолютно Винтовка Штурмовая Здесь есть и Плазмаган Здесь есть и Электропушка Не помню, как она конкретно называлась В Quake В общем, все это есть И до кучи здесь есть оружие Которое заряжается, когда вы ходите То есть сами разработчики При помощи оружия Говорят вам то, что здесь Вы не постоите на месте Но в то же самое время Здесь все-таки Играть будет достаточно Более просто Потому что и скорости достаточно Низкие Ну и может быть из-за того, что Здесь нельзя прикрутить нормальный фов Не знаю, это конкретно в бете Или вообще нельзя будет Изменить фов Но Не видно ни хера на экране Вообще Нисколько Фов где-то, может, 60 Может быть, 70 В общем, на экране толком ничего не видно Геймплей замерили Это ясно, понятно Но в то же самое время Все фишки и прочее От квейка Остались Опять же Рокет-джампы Опять же Ракеты, если вы стреляете То они летят Ну, как бы, понятно Прицеливаются Куда в землю, естественно Куда враг переместится Если рейлган То, соответственно Ваншот Опять же У всех оружий Но вот здесь появляются Различные У всех оружий Есть второе Какое-то Определенное Вид атаки Допустим Если вы прицеливаетесь При помощи рельсы То у вас, во-первых Увеличивается урон Во-вторых, появляется лазер При помощи которого Видно, откуда вы стреляете Поэтому вас могут вычислить Ну и в-третьих Вы можете Ваншотить еще сильнее Ну и, естественно Приближение есть Затем Здесь есть дробовник Который Выстреливает Мощнее Когда вы Прицеливаетесь Но потом, конечно Появляются различия Например Все эти оружия Которые я перечислил Только что Они Выдаются вам При помощи раскладок Точно таких же Как в Call of Duty И вообще Вся игра Вот Не в плане геймплейна А в плане презентации То есть Прокачка Персонажи И прочее Это Самое что-то не на есть В Call of Duty Здесь есть и раскладки И всяческие перки И бонусы Которые открываются Но Все-таки Отличия есть То есть Какие основные отличия У вас открываются Не перки А так называемые Бусты Бусты Которые Вам Вы можете использовать После Помираете То есть Как это работает Вы бегаете по карте Убили кого-то Не убили кого-то Сдохли И вы можете Вы можете выбрать Один буст Из предложенных Вам То есть Каких-то Которые выбрали Перед картой Которые Вам облегчат Жизнь Например Будут показывать Определённое количество Времени Опять же Они действуют Будут показывать Либо ХП Над врагами Либо Показывать Позицию Последнюю позицию Врага Который вас Убил Либо Они будут Показывать вам Где находятся Всяческие Крутые пушки Которые Ваншотят Например Пушка Гаусса Которая Всего 4 патрона Она появляется Но она убивает Всех ваншотом Если вы попали Поэтому 4 килла Вам должны быть Обеспечены И вообще Помогают вам Как-то Войти Всё это дело Не в сухую А как-то Протереться Потому что Если вы Допустим Не играли Китак в Вейк 3 Вы заходите На карту Вы не понимаете Что творится Вы не знаете Где находятся Пушки Вы не понимаете Находятся Бусты А здесь Вы можете При помощи Бустов Изучить карту Рано или поздно Они вам станут Не нужны И в принципе Они не нужны Но с ними Как-то Игра немножко Облегчается И камбэкнуть И как-то Сражаться против Сильных персонажей Ну не персонажей Врагов Будет легче Но всё же Если человек Заходит Который имел Опыт Игры в Квейк Квейк 3 То он будет Вас просто Накибать Я не знаю Как Но просто Я заходил И первые 3-4 матча У меня проходили Так что Я ничего не могу Сделать Просто 2 человека Вражеской команде Доминируют над всеми У них был счёт Что-то 30 к 10 Это было просто Их было просто Нереально убить Они делали всё Что только можно Со мной Но я по ним Просто попасть не мог Ничего не мог То есть Либо люди Назадротили 2 дня Но я считаю Что этого мало Для того Чтобы назадротить Либо они были Просто хороши В фейке То есть Если у вас есть Скилл в фейке Какой-то Да То Ну такой достаточно Обильный скажем То здесь вы почувствуете себя Как дома Поэтому никуда Это не уйдёт Но опять же Если вы Допустим Играли в шутеры То здесь вам будет полегче За счёт Вот этих буст И прочее Опять же Это не ухудшает игру Потому что Платить эти бусты Не навсегда То есть Чтобы заработать бусты Там вам нужно как-то Вам нужно завершать игры И бусты вам Выдаются рандомные Вам могут выбрать бусты Которые вообще ничего не дают Либо бусты Которые дают вам всё Поэтому вам либо повезёт Либо не повезёт И опять же Какое ещё здесь есть дело Иногда на карте Появляется Руна Руна Которую вы Когда берёте Превращаетесь В одного из монстров В бете Был только ревенант Знаете Скелет Ну не скелет Ну по-моему скелет С двумя ракетницами И с джетпаком Который Ну естественно Оверпайлит При помощи которого Можно убивать всех Ну и которого тоже Можно убить И забрать у него руну И тоже убивать всех Убить его Достаточно легко Если накинуться За всей командой Если он будет Что-то пытаться Сделать с вами Но если вы с ним Встретитесь соло Ваншот 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 И появляется Отметка о том Где появится руна Примерно за 5 секунд Появление Если вы находитесь 100 метров от него Можете даже не париться За это дело Лично я Я сколько раз Не был близко от руны Даже в 10-5 метрах Передо мной Постоянно кто-то появлялся Забирал её Хотя никого в округе не было Свои Не свои Я не знаю Как это работает Но просто Если вы видите руну То Шансы того Что вы возьмёте Достаточно невелики Поэтому не стоит В этом отчаяться Но опять же Если вы её взяли То вы оверпайверт Естественно Если вы не отбьётесь На всю команду Соперника Противника То есть вот Вот такие вот улучшения Есть естественно Прокачка есть Со временем открывается оружие Но опять же Прокачка быстрая Я наиграл всего час Может быть час 15 Сыграло достаточно Немного И закончил я на 10-ом левере Я не знаю Будет ли такая скорость прокачки В Уже в полной версии игры Но я думаю Что фиксить Вряд ли что-то будут Потому что Ну зачем кому-то нужно Прокачка по ИК3 Прокачка специально нужна Для того чтобы вы Со временем Понимали Что вам нравится И опробовали новое оружие Не для того чтобы вас Ограничить в чём-то А чтобы у вас Процесс вхождения в игру Был постепенным Чтобы вы пробовали Сначала вот эти пушки Которые предложили Разработчик Потом другие пушки То есть это не какое-то Ограничение Понятно Как это в многих играх Бывает Допустим в РПГ А просто чтобы вы Постепенно входили В игру И уже потом Где-то на третьем На четвертом часу Выбрали свой Пакет Набор там Перков Скиллов Оружия Ну точнее здесь оружие И всё Что ещё есть Визуальное представление То есть вы можете Менять то как вы выглядите То как выглядят ваши пушки Причём всё это Внутри интегрированной игру Это не какие-то скины Которые вы должны Зарабатывать Нет Всяческие цвета Всяческие узоры Для оружия открываются После того как вы прокачиваетесь То есть Видимо когда вы докачаетесь До максимального ревела У вас откроются Все возможные превабахи А может быть здесь и престижи Есть какие-то будут Вот этого я не знаю Потому что ревел максимальный 15 То есть открываются Различные Не знаю Металлические краски Узоры новые для оружия Но если вам это не нужно То вы можете этим заниматься Всем пофигу будет на это Но всё же знаете Такая презентация Если о ней говорить То графически игра Выглядит не очень Скажем так Не видел я никаких красот Но опять же Нужны ли вам красоты Когда здесь разлетаются Враги на кусочки Просто в мясо вы приходите Ракетницы херачите И просто куски мяса Разлетаются Как в старые добрые времена Никаких тут ограничений Просто вы уничтожены Вас уничтожили Или вы кого-то уничтожили Куски мяса по всей карте Это просто Просто круто Кровище Мясо можно подходить Сзади убивать Сворачивать Головы Ну а вообще Единственный минус Это то что Две карты Которые были предоставлены В бете Они были Достаточно тёмные И достаточно Узкокоридорные То есть если все карты Будут такими То я даже не знаю Если Главное Что нужно Это космические карты Лучшие ремейки Из Quake 3 Тоже неплохо будет Знаете Ну это в Quake 5 Наверное Надо будет засунуть Но всё-таки Космические карты Какие-то более разнообразные карты Всё-таки Как-то Может быть Не знаю Выпустить на открытую территорию Где-то Чтобы и карты были Для рейлганов В общем Я не знаю Но карты Они в принципе нормальные С визуальной точки зрения Тоже неплохие Но Мне понравилось то Что предоставили в бете Только две одинаковые Одинакового типа карты Одна была Адская карта Знаете В адских декорациях Камни Всяческие Прочее Другая Была На Я думаю Такая привычная Карта Для дума Технологическая То есть на каком-то заводе Тоже тёмная Самое главное Что врагов видно Понятно Кто где бегает В общем-то Всё понятно Куда стрелять Что делать Единственный минус Иногда Когда ты Просто стреляешь С врагов Лицом к лицу То ты Просто Теряешь его из виду Из-за маленького Фофф Такого таких проблем У меня В Квеке 3 Не было Ну здесь Есть Видимо Как-то надо будет Привыкать Может быть я просто Не привык И два режима Также было В бете Один был Обычный Командный Дэдмач На нём Говорить не стоит Но Второй Мне понравился Это Просто Понравился Реально Это что-то новое Знаете Вроде старый режим Но он на самом деле Новый То есть Что такое происходит На карте На карте Есть соответствующая Тропа Называется Тропа войны Если что Режим Есть тропка То есть Какой-то маршрут По которому Передвигается Зона Которую нужно Захватить То есть По сути Это захват Точки Но точка Постоянно Передвигается По карте То есть Её маршрут Показан Вы знаете Что нужно Делать И здесь Понимаете Открывается Просто Столько Тактических Возможностей Вы можете Устроить Вы можете Не только Завалиться На точку Да Её забрать Да Но вы можете Просто Чтобы захватить Точку Можете Устроить засаду Когда будете Знать Где она Будет Находиться Устроить Засаду Потом Я не знаю Взять Ревенанта Всех Там Вынести Потом Можно Если вы Защищаете Точку То можете Наоборот Уйти вперёд Уйти назад Не обязательно Стоять на точке Чтобы её защищать В общем Здесь стоит Играть всего нового Хотя вроде Ничего толком Не изменили Но опять же Вот знаете Есть один минус На обоих Картах Была всего лишь Одна точка Которая Передвигалась По карте Вот если Было две Надо Просто Разработчикам Устроить Карты На которых Было бы Две точки Передвигающиеся Вот тогда Вот снова Гипплей меняется Или я не знаю Чтобы эти точки Ещё и маршруты У них пересекались Знаете Чтобы мол Или чтобы они Вместе сходились Вообще как-нибудь Я не знаю Или чтобы Они находились На Двух Летящих Космосе Платформах Причём Вы можете С одной платформы Когда изучаете Одну Херню Переселять Другую платформу В некоторых случаях Вот это будет просто Груно То есть нужно Поиграть с картой И с прочим Но пока что То что предоставили Мультиплееры Оно как-то Оно как бы нормально Но Как бы Не очень-то По дизайну Знаете Так вот впечатляет Оно Стабильно Круто То есть да Мажоритачки Кишки Но не впечатляет То есть Играть интересно Наконец-то Что-то такое Знаете Не В духе Call of Duty Наконец-то Быстрый экшен Но опять же Не такой Быстрый Как люди говорят Это не Quake 3 Опять же Если вы хотите Реально быстрых Перестрелок То это Quake 3 И не только Quake 3 Я даже не знаю Нет не Quake 3 Это Quake Life Это он Да Если вам нужен До сих пор Если что Работает Сервера Там люди Херачат Ну естественно Скорее всего Будете уничтожены Ну вы в начале Игры в думе Будете уничтожены Если заходите Не в первый день Потому что люди Уже будут знать Че о кого И привыкнуть К механике Это не в Call of Duty Который каждый год Один и тот же Зашел Если ты играл Modern Fire 2 То ты зашел Через 4 года Если скилл У тебя немножко остался Ты знаешь что делать Нет Это совсем другая игра Здесь можно привыкать К механике И знаете Если разработчики Будут правильно развивать Если они не будут Сывать платные карты Ну даже если платные карты Будут сывать Пусть они суют их Синглплеерными кусочками Синглплеерные кусочки Будут просто Вот такие Да И если Должны быть вот такими Да Ну Нет Я имею ввиду DLC Если будет DLC С картами Да Мультиплеерными И синглплеером Я такое возьму Но если опять будут Только мультиплеерные карты Нахера Это нужно Если они будут Реально заботиться О мультиплеере То из него Может выйти что-то дельное Может быть даже Получится Какая-нибудь Какая-нибудь Новая кирбидж Спортивная дисциплина Хрен его знаю И по поводу Оптилизации Ну игра у меня работала На моей системе GTX 770 I5 3570 8 гигайд оперативки Не выживал На толком оперативку Нормально Full HD То есть С 30 до 60 FPS Туда-сюда Вскакал Фреймрейт Не настроить Графику толком Не дали Только сглаживание Поменять Если что Производительность Как толком не менялась При смене сглаживания Так что Вот как-то так Это действительно Может стать Одним из самых Крутых мультиплееров Года И может дать Под жопу Тому же Call of Duty Тем более что То что нравится Людям из Call of Duty Да прокачка И прочее Все режимы Такие знаете Коротенькие минут на 10 Всяческие Разнообразные режимы Всякие выладки И прочее Оно есть Еще бы разработчикам Сделать старый Добрый классический режим В котором у вас нет Выкладок Ничего И вы находите оружие На карте только И будет вообще конфетка Творит всех Но в бете Вот так вот Два режима Две карты Выкладки 15 ревел максимальные В Call of Duty Уже есть Харткорные режимы Да Там где отключено Множество При бубах всяческих И где вносите По счету Почему бы здесь Не сделать режим Где нет выкладок И ты находишь оружие на карте Как старые Добрые Скульные времена Как бы Это без проблем Это несложно Я думаю Будет сделать Может быть даже Какими патчами Давайте Если не к релизу Но Бета мне понравилась Не буду говорить То что она Такая знаете Прям вот Вообще 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 Прям вот 100% Точно надо купить Но Если вы Хотите что-нибудь свежего Такого От мультиплеера То он от вас стоит Тем более Что еще в думе будет Я уверен Крутой сингл Но вряд ли Бетезда Подведет Синглом Так что Вот так вот Если что Вся нарезка Которую только что Вы видели Это была В моем исполнении Надеюсь что Я что-то интересное Подобрал Потому что Сейчас я над этим Буду работать Всем спасибо За внимание Ждем финальную версию Дума Она должна быть Крутой